Успех Азербайджана определился в умении стать независимым и понятным игроком Азербайджан на постсоветском пространстве, в отличие от других стран, выстроил определенный баланс в отношениях с одной стороны с Россией, с другой стороны, с Турцией, в-третьих, с США и Западом вообще. То есть, в моем понимании, успех Азербайджана заключается в умении стать достаточно независимым игроком, который взаимодействовал бы со всеми. Но тем не менее проводил достаточно понятную свою собственную политику. Как передает Дэй Эйзи, об этом в интервью директору Баку-нетворк Гюльнаре Мамедзаде заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор Мгему Андрей Безруков. По его словам, Азербайджан является связующей точкой региона во многом, экономически и в том числе, политически. В нашем регионе есть три серьезных игрока, Россия, Турция и Иран, каждый из которых понимает, для того, чтобы дальше развиваться нужна критическая масса. Нужен рынок, технологический набор, для того, чтобы быть сильной, суверенной страной. Но все понимают, что их размер не дает им возможность в одиночку соревноваться ни с Китаем, ни с США, ни, возможно, даже с Индией. То есть, каким-то образом им нужно вместе наращивать критическую массу. Это значит, что нужно выстраивать такие отношения, которые позволяли бы выстраивать общую экономику, общие технологические решения. Потому что замыкание в границах собственных стран не дает развития. Только на большом рынке возможно выстроить большие конкурентоспособные компании и обеспечить динамичное развитие, считает президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета. Профессор Мгима полагает, что в данный момент у лидеров региона начинает выстраиваться понимание, что только вместе выстраивая прочные отношения в регионе можно обеспечить развитие для всех. И наоборот, создание искусственных границ, искусственных конфликтов в регионе будет бить сразу по всем. Здесь ключевые политики региона должны принять на себя ответственность, когда они должны сказать, а где лежит будущее, в конфликте или сотрудничестве. Для меня совершенно очевидно, что модель 3 плюс 3 создавала бы динамику коопераций, которая сегодня может идти маленькими шажками, но уже завтра пришло бы понимание, что регион не только является транзитным с востока на запад и с юга на север, но и самодостаточен сам по себе. Такой переход в последний раз был 100 лет назад, начался Первой мировой войной и закончился Второй мировой войной. Этот переход продолжался 30 лет. После двух войн мы пришли к ситуации, когда был уже средний класс, все летали на больших самолетах, доминировало ООН и два государства, обладающих ядерным оружием. Такая же ситуация будет и у нас. Она может произойти и быстрее, потому что все потихоньку ускоряется. Сейчас идет тройной процесс, изменение технологической базы, передел мира, что мы видим между США и Китаем, подъемы Индии, закат Европы как главного геополитического игрока, переход центра тяжести экономики в Азию, и одновременно, жесткий социальный конфликт. Потому что проблема неравенства только нарастает, и оно вернулось по сути к тем же уровням, которые были 100 лет назад. И от того, как государства смогут урегулировать свой внутренний конфликт, то есть конфликт неравенства, выстроить экономику, которая способна в кризисной ситуации нормально развиваться и обеспечить стабильность, будет зависеть в каком состоянии государства придут к следующему этапу. Кто-то придет в лучшей, а кто-то в худшей форме. Понимая, что мир будет делиться на техноэкономические блоки, им придется собираться в эти группы, чтобы вместе решать эти проблемы. Потому что каждое государство по отдельности, особенно не очень крупные, просто не смогут этого сделать. Им нужны будут союзники, большая экономическая база, нужно будет обеспечить свою безопасность и т. Д, заключил Андрей Безруков.